Ну, давайте еще раз. Я снова... Есть. Ну что, я снова с вами, снова здесь, я снова 36,6. Давайте все-таки начнем наш вебинар. Я очень извиняюсь, выбило электричество, поэтому пришлось включать генератор. Но ничто нам не помешает не провести. Мы обязательно проведем. Всем-всем назло. Итак, еще раз давайте попробуем. Попытка номер три. Как ни странно, это будет уже третья попытка. Итак, спасибо за то, что вы сразу же не выключились, а решили все-таки подождать. Итак, я открываю наш чат и начинаю отвечать на ваши вопросы. Не знаю, почему-то не идут сейчас сообщения. Ну, давайте начнем. Итак, чат я открываю. Видображаются все поведомления. И я постараюсь как можно быстрее отвечать на них. Там было сообщение, и девочка вначале написала, возможно удалила куда-то это сообщение. И она написала, Андрей Андреевич, я бы хотел узнать, будет ли у меня семья, выйду ли я замуж и так далее. Когда это произойдет? В ближайшее время, я думаю, до трех лет. И дети у вас, да, точно будут. В чем проблема и почему не получается женщине выйти замуж? С чем это связано? На самом деле это обычно связано с тем, что у нее в роду были те, кто делал что-то плохое или делал что-то такое, когда не хотел детей, не хотел рождения ребенка, не хотел еще чего-то, не хотел еще чего-то. Такое бывает обычно, мы вообще прошли тяжелое время, это было время испытаний Советского Союза, когда стаги огромные слились в окопы длинные, не грела тело гречка. Я помню эти 80-е годы, я тоже учился в школе тогда, и был голод, и мы не доедали, и мясо было один раз в месяц, ничего не было в магазинах и так далее. Я все это помню, и когда мне говорят, что жить было в Советском Союзе, ой, как хорошо, знаете, мне почему-то нехорошо жило, жилось в Советском Союзе, у нас было много детей, жили мы не совсем хорошо, никуда не могли ни выехать, ни поехать, ни отдохнуть, ничего. Все было запрещено, родителей никогда не видел, в школе были все одинаковые, школа была так себе и так далее, обучение было тоже так себе. Ну, как бы проехали эту тему, к чему я хочу вам сказать. Итак, почему же женщина не может выйти замуж, и с чем связано то, что не получается у женщины? Дело в том, что есть одна точка, их, вернее, даже не одна, а две, это точка нашего рода. Точка нашего рода, сейчас я вам все расскажу, она находится в определенном месте нашего тела. Как только у человека появляется нелюбовь к точке рода, сразу же род пресекается. Этих точек несколько, первая точка это стопы, и вторая точка это половые органы. Как только человек перестает половые органы любить, как только человек перестает любить своих предков, как только он обижается на своих предков, это духовная сторона незамужества или невозможности выйти замуж. И вторая, физическая сторона, энергетическая, это нелюбовь к половым органам. Итак, первое, если с предками все понятно, им можно поставить свечку или палочку ароматическую зажечь и сказать, и дедушки, и бабушки, я вас помню, вы хорошие, отпустите меня, я хочу иметь семью, зайчики мои любимые, вы всегда в моем сердце. А также сказать, да, меня действительно в детстве обижали, все мальчики обижали, все девочки обижали, да, это было тогда, и это было не со мной, все, прощаю, забываю, больше об этом думать не буду. Но самое интересное вот в чем, каждое утро, если вы не замужем, делайте так, сядьте, особенно если вы девочка, сядьте без штанишек, посмотрите на половые органы свои, при этом не смотрите больше, а представьте, будто вы целуете в них с благодарностью, как будто это не ваше, а как будто это принадлежит всему вашему роду, то есть принадлежит всем женщинам, которые до вас были, всем мужчинам, которые до вас были, мужчин этого не бывает, это не важно, и скажите себе такие слова, самое любимое, самое родное, самое дорогое, и увидите, какое большое количество людей начнет к вам клеиться, мужчин. Если вы мужчины, то же самое можно сделать, не нужно это не трогать, ничего с этим сделать, делать нужно к этому хорошо относиться, как с проявлением максимальной любви, если человек к половым органам своим проявляет нелюбовь, то после этого у него появляются проблемы, как эта любовь может проявляться, или нелюбовь может проявляться, это могло быть или зачинаться в раннем периоде, когда били по рукам, если кто-то что-то трогал, когда говорили, что это плохо, когда говорили или внушали, что это плохо, у нас есть еще ругательственные слова, которые говорят, что половые органы это вообще плохо, так вот, я хочу вам сказать, что это неплохо, на самом деле и мужчину, и женщину сближает это, ненависть, или изнасилование, или боль, или там что-то не то, что вам нравится, и там не такие некрасивые, большие, маленькие, большое, маленькое, там шевелится, не шевелится, гиперемированное какое-то, что вам не нравится, пятно, кандилома, папилома, бородавка, это ничего не имеет значения, оно ваше, оно принадлежит вашему роду, это часть вашей жизни, бог вас создал, смотрите, какие у вас красивые ручки, смотрите, щечки, какие красивые, смотрите, плечики красивые, даже толстенькие пузики хорошие, и ножки хорошие, нужно знать, что мужчину и женщину притягивают половые органы, именно поэтому любовь, даже, любовь, своя любовь к своим половым органам, нежелание это ругать, приводит к быстрому замужеству, проверено, была подружка, она позвонила мне и говорит, вот меня муж бросил из-за того, что у меня там 70 тысяч, я получаю, он ушел, другой женщины, которая получает 180 тысяч, она студия, судья, я не судья, что мне делать, все, он ушел, он ко мне уже не вернется и так далее, я думаю, ну какая разница, я раньше вообще считал, что мужчины и женщины по любви сходятся, при чем тут деньги, что она такое говорит, ну вот она себе поверила, я говорю, знаете что, вы сядьте утром, каждое утро смотрите на половые органы свои, говорите, вы мои красивые, мы мои красивые, и мысно представляете, будто вы их целуете, не нужно ничего дальше, не надо там ничего придумывать, не надо там никаких изысков, просто это должно быть как духовное проявление с воспитанием в себе состояния любви по отношению к вот этому интимному месту, которое у вас, интимному. Если это делать, раз, два, три, четыре, пять, это сто процентов приводит к тому, что в жизни все получается, и замуж выходят и так далее, и так далее. Почему я это решил? Дело в том, что я когда-то был в Индии, и был в таком храме, который называется Красный Храм Шивы, и там было изображение женского полового органа и мужского полового органа. Женщины подходили, целовали женский половой орган, мужчины подходили, целовали мужской половой орган, после этого монах, который там находился, лил на женский половой орган мед, на мужской половой орган молоко. Таким образом он проводил определенный обряд, и все, кто туда приходил, сто процентов выходили замуж. Я думал, ну как это может быть? При чем тут половые органы? Как это можно молиться или к этому относиться? Как это связано? Да, с этим связана наша конституция и наше мотивирование к жизни, мужчин к женщинам и женщинам к мужчинам, помимо всего прочего, помимо всего прочего, помимо желания, помимо того, что там хорошо буду относиться, помимо любви безусловно, это все есть, мы высокодуховные, высокоэмоциональные, высокоинтеллектуальные, хорошие люди, но ниточка какая-то не соединяется, не нравится девочка. И вот девочки были такие, очень часто у меня, я им начал советовать, да и мальчикам это советовал, говорю, мысленно представляете, будто вы целуете, посмотрите, вспомните, как выглядит, и целуйте только мысленно свое. И после этого выйдете замуж, это проверено, это работает мега-мега быстро, пожалуйста, пользуйтесь. Но хочу сразу сказать, что это человек говорит, Андрей Андреевич, я даже в мыслях не могу это представить, даже мысленно не могу это сделать и так далее. Вот это называется уже проклятие рода, когда человек даже мысленно не может, это проклятие его рода. Родить ребенка или почему в жизни ничего не получается, человек напрямую связан с планетой Земля. Земля это мать, она дает человеку все, а где находится точка матери? А это наша вторая чакра, наш животик и центр этого всего, это солнце в виде нашего пупка. Оказывается, в случае, если человека не получается там зарабатывать деньги, ни прихода никакого нет, ничего не получается в жизни, не получается не заработать, не двигаться вперед, ничего-ничего, то то же самое, представьте, будто вы беременны, несмотря на то, что вы женщина или мужчина, и гладьте свой животик. Представьте, будто там находится ребенок. Кто этот ребенок? Это ребенок ваша первопричинная хара или ваша рожденная длина вашей жизни. Ваша врожденная длина вашей жизни в виде такого ребенка. Чем больше ребенок или чем дольше ребенка представлять в своем животе и чем сильнее гладить такой животик по утрам, то тем больше в жизни будет у вас в дальнейшем длина жизни. К чему это приводит? Помимо материального благополучия, помимо дохода материального, это дает возможности еще и привести к тому, что потом будут дети. Какие существуют эзотерические практики, которые могут помочь женщине забеременеть? Есть ли такие? Конечно, тоже есть. Женщина должна представить, будто между яичниками у нее находится полумесяц. Этот полумесяц на выдохе выдвинуть на расстояние ладонью и поставить у себя на уровне мочевого пузыря и матки. При этом представить, будто там находится чаша. И представить, будто в этой чаше находится ребеночек, как будто он находится в стеклянном таком шарике. Мысленно его связать с собой и своим пупком и представить, будто вы его поднимаете и целуете, не глядя на этого ребенка, представьте, какого он пола. И если вам придет идея, что это мальчик или девочка, заведомо дайте имя. И после этого каждый день произносите слова. Если показалась вам девочка, то говорите, там, Дара, Дара, жду тебя. Или там, Коля, Коля, приди ко мне. Таким образом, этот метод действительно очень хорошо работает. Ладно, поехали дальше. Точните, пожалуйста, практики с должниками на шестой ступени. Ее достаточно один раз с каждым должником провести или повторять несколько дней. Итак, что такое практики с должниками? Почему вот женщина одна написала, Андрей Андреевич, у меня вчера украли, там, что-то украли и так далее. Я вот обычно людей, у которых что-то крадут, просматриваю. И просматриваю их на протяжении всей жизни. Есть законы такие, они называются законы энергии. Вы должны знать об этом. Никакая энергия никуда не девается. Поэтому, если вы тратили энергию на то, чтобы деньги заработать, и после этого у вас кто-то эти деньги украл, то зачем украл? Это у вас украли, потому что вы раньше украли у кого-то. Как это вы украли, если вы никогда ничего ни у кого не брали? Объясняю, как это обычно выглядит. Человек надеется, что он вас подвезет, и вы ему немножко заплатите. Он вас подвез, вы не заплатили. Человек пришел к вам, вы говорите, ты можешь мне погадать? Человек говорит, да, я могу тебе погадать. Хорошо, погадай мне. Человек вам погадал, вы говорите, ну, спасибо, встали и ушли. А человек рассчитывал и тратил свое время. То есть это называется хамылем. То есть вы таким вот хамылем пытаетесь сэкономить или пытаетесь не заплатить. Пытаетесь не доплатить там на кассе, не доплатить таксисту, не доплатить детям, не доплатить на себя. Где-то сэкономить или где-то даже своровать. Знайте, это все является вашим долгом. Когда сумма долга вырастает, то у вас эта жизнь забирает. Женщина написала, у меня забрали то-то, то-то. Почему? Надо было все мне доплатить. А когда не доплатила, то отдала больше. Кому? Оно все мне вернется, раз мне не доплатила. Нельзя воровать у близких или нельзя воровать у тех, кто хороший. Ну что ж, это такое дело. Я никого ни в чем не обвиняю, конечно, никому ничего там. Но вернемся все-таки к долгу. Когда у человека кто-то что-то забрал, что необходимо делать? Вы работали, у вас или работали, стремились, откладывали у вас, раз кто-то и забрал. Как обычно человек ведет себя в этом случае. Он говорит, вот у меня забрали несчастные, пусть они мне отдадут. Как у меня это, как все забрать? Я наделась на эти деньги. И у человека больше всего обида. Смотрите, любая негативная ситуация, возникающая в жизни человека, отталкивает от человека то, о чем он думает. Смотрите, я не люблю. Я люблю. Я не люблю. Иди ко мне, иди ко мне. Иди ко мне. Таким образом, в случае, если человек радуется, и у него тепло внутреннее, он притягивает. А во время того, когда вас обманули, что произошло? Они мне не отдают. Какие они сволочи. Блин, да что же это такое? Надо же, я ненавижу этого человека. Ненавижу, отталкиваю. Какие сволочи отталкивают? То есть, вы такого человека отталкиваете. И вы мне должны сказать, так что же мне теперь любить такого человека? Негодяя, поросенка и так далее. Нет, вы попались в ловушку. Вообще, вам в самом начале не нужно было никому ничего занимать. Почему? Потому что у вас не было проблем, а когда вы заняли, они у вас появились. Я обычно говорю, что обычная жизнь человека, это правило двух человек. У одного появились проблемы, и он не может решить свои проблемы. Поэтому он пробует эти проблемы переложить на голову другого человека. Поэтому, занимая деньги другому человеку, вы не только берете у этого человека или отдаете свои деньги, вы взамен берете еще и проблему этого человека. Поэтому я очень часто говорю, хотите подарить, подарите. Хотите помочь, просто отдайте, но не занимайте. Но если уже у вас заняли деньги, этот процесс произошел, что необходимо сделать? Вы должны знать, что в 85% деньги, которые у вас занимают, их никогда не отдают. Что бы вы ни делали, почему? А все объясняется предельно просто. Когда человек занимает деньги, он, скорее всего, попадается на манипуляцию. Почему занимают деньги? Занимают деньги, потому что у тех людей, которые занимают, этих денег нет. То есть, можно фактически сказать, что они не смогли или не состоялись в том, чтобы деньги заработать, не состоялись в том, чтобы их приумножить. У них есть, скорее всего, финансовые проблемы. И последним шансом решить эти финансовые проблемы, это вы. А вы человек, который попадается на манипуляции, то есть, вам рассказали какую-нибудь ерунду, брехню и так далее. И вы после этого заняли деньги. Но человек, который не умеет зарабатывать деньги, он точно так же глупо потратил и ваши деньги, закрывая какие-то свои долги. То есть, это просто по незнанию у него это происходит. Он тонет в долговой яме, делая ее более и более масштабной или большой. И, конечно, неприятности в жизни, скорее всего, будут у него продолжаться без эзотерики, могут продолжаться вечно и закончиться самым плохим образом. Ну, а вам что делать? Ну, а вам необходимо что-то делать. Обычно человек говорит, вот как мне забрать деньги. Для того, чтобы забрать деньги у того, у кого их нет, тому, у кого их нет, он должен их заработать. А для того, чтобы их заработать, человеку нужна свобода. А как у него может быть свобода, если вы его ненавидите, если вы хотите забрать? А он для того, чтобы отдать вам деньги, должен ориентироваться на то, чтобы отдать деньги. А у него куча и так проблем. Поэтому деньги обычно тех, кто занимает, отдавать не могут. Это проблема. Вообще, деньги, которые берутся сегодня из будущего, как угодно в будущем не зарабатываются. Поэтому люди, которые берут кредиты, берут деньги в долг, они потом попадают в какие-то проблемы, и в их жизни появляются проблемы. Их увольняют с работы, у них появляются какие-то финансовые долги и так далее и тому подобное. Как бы думайте об этом в следующий раз, когда будете занимать долги. И тут такой вопрос, что же делать, если уже это произошло и у вас деньги забрали? Дело в том, что любая энергия, которая потрачена была вами и которая была накоплена в виде денег, которые вы отдали, она уже принадлежит вам. Что вам необходимо сделать? Забрайте, заберите другим. Заберите другим вот таким образом. Напишите письмо, что я там Портнова Олена Петривна забираю у своего, заняло, у должника, допустим, там Петрова Евгения Владимировича, который занял у меня там одну тысячу гривен, дает мне возможность в дальнейшем использовать эти деньги или обменять эти деньги на его здоровье и богатство, и счастье. И пусть это счастье, здоровье и богатство идет в мою жизнь на протяжении там одного, двух, трех лет. А и после этого можете о человеке забыть и о нем больше не думать. Поверьте мне. Напишите в конце роспись Петра Ивана Петровича, свою роспись или подпись. Положите это все и вы увидите, что если вам должны, и вы напишите договор забрать другим, то заберете больше. Как это работает? Я за счет того, что очень много людей, я давно занимаюсь бизнесом, очень много людей у меня воровало и ворует по сегодняшний день, потому что очень много ворует моих семинаров, есть складчины там всевозможные и так далее. У меня есть специальная папочка и в этой папочке есть такая бумажечка гербовая. Я там еще символы понарисовал и написал, что все, кто у меня забрал или украл мой инфосеминар, фактически являются моим должником. И в этом договоре каждый, кто в дальнейшем ворует, еще прибавляется и добавляется. И у каждой этот человек будет являться пожизненно моим должником до момента, пока не рассчитается, за некупленный семинар или любой инфопродукт. И мне это приятно. Почему? Потому что это мой успех. Почему? Потому что что бы я ни делал, происходит успешно. Почему? Потому что огромное количество людей у меня должников. Их тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч. Людей, которые купили у меня семинары, к ним нет претензий. Тем, которым я подарил, тоже нет претензий. А те, кто украл у меня и провел эти складчины и заработал на этом, те, кто участвовал и, возможно, не мог купить, ну, волей или неволей, стали моими должниками. Ничего с этим сделать нельзя. И я буду пожизненно выкачивать из этих людей деньги. И никто отключить не сможет. Почему? У меня невозможно отключить. Ну, конечно же, те, кто организовывал, на самом деле на них все и заканчивается. Потому что они являются теми, кто это организовал. А те, кто уже попался, то есть те складчики, которые попались и у организаторов купили, организаторы будут пожизненно, а складчики на протяжении какого-то времени. Почему? Ну, я их тоже понимаю. Надо относиться к эзотерикам хорошо. Ну, а в вашем случае, конечно же, ребята, пользуйтесь на здоровье, пожалуйста. И пользуйтесь моими методами, если я даю их бесплатно. Пользуйтесь, если выложены бесплатно, пользуйтесь. Если я подарил, забирайте. Если где-то взято это и нечестно по отношению ко мне, то знайте автоматически в мою программу. Потом никто не разберется. Да, это не будет прямо так безумно и плохо. Мне так много не нужно. Это будет в мягкой форме. Но поверьте мне, когда один сделает шаг вперед и 10 вперед, то кто-то, у кого есть долги, сделает один шаг вперед и 7 назад. Поэтому над тем, чтобы быть счастливым и над тем, чтобы быть эзотерически всемогущественным, нужно работать. И вот вам повод сделать из тех людей, которые вам должны, тех людей, которые будут являться пожизненно донорами вашей жизни. То есть давать вам материальное благополучие, здоровье, любовь, успех, счастье в жизни, возможности физического развития, решения вопросов. У них можно все забрать. Я все время говорю, я обожаю тех людей, которые меня ненавидят. Почему? Я провел обряд. В свое время я провел обряд, в ходе которого специально я построил программу вокруг себя, которая звучит так. Пусть все, кто меня ненавидит, пусть все, кто шлет в мою сторону зло, пусть все эти люди, пусть вся эта энергия трансформируется в мое здоровье и благополучие. С каждым годом, а мне уже за 40, да уже что там говорить, за больше. С каждым годом, тире, я чувствую себя все лучше и лучше. У меня хорошее настроение утром, хорошее вечером, хорошее. Я быстро выздоравливаю, у меня не поднимается температура, я не болею вирусными заболеваниями, я быстро отхожу, если там какой-то, если там простудился и так далее. У меня всегда есть энергия, у меня всегда есть чувства, у меня всегда есть, я заряжен, у меня все время все хорошо. Почему? У меня много должников и есть очень много людей, которые меня ненавидят. Низкий вам, недруги мои, поклон. А недругам я еще и бросаю периодические проблемы. Почему? Я объединен со своей школой и своими учениками. Очень часто я делаю так, читаю мантру Пи Ри Ри Роя, забираю гадости у своих учеников и говорю, пусть все, кто меня ненавидит, пусть все, кто пишет мне что-то плохое в комментариях, заберите эту боль, раз вы хотите, от моих учеников и у меня бросаю им, а взамен я забираю материальное благополучие, счастье и так далее. Поэтому перед тем, как делать что-то или писать что-то глупое и ненавистное таким людям, как я, нужно сначала вот здесь почесать. Знаете, лучше таких не трогать. Ладно, трогаю тело. На скидках в мае приобрела 6 ступень интересная, отрабатываю отман, временами захлестывает злость, переношу осознанность, стараю во всяком случае. В нашей душе, вот смотрите как все устроено, там где половые органы, это связь нас и наших предков. Любите половые органы, связи с предками имеете. Ненавидите, значит ненавидели вас ваши предки. Второе, там где живут, там связано с вашей землей или нашей землей, там будет материальное благополучие. Но есть еще одно место, оно называется местом души. Там где находится душа, находится маленький ребеночек. Маленький ребеночек, которого нужно представлять внутри себя. Представлять, будто там находится вы, только в повторении абсолютного, доброго, безвозмездно и бесцельно обожающего все происходящие на земле и в мире события. Потому что это все соединение с Богом. Бог создал человека, Бог создал события. Мы все буквально принимаем. И ПСТТ это как, играйтесь с таким ребенком, любите его в середине своей груди, любите и обожайте его, хорошо к нему относитесь, чувствуйте, что он вас оберегает. Можно ли дополнительно построить защиту? Конечно. Икона Божьей Матери, которая держит по три скрещенных свечи слева и справа и с левой стороны, называется неупиваемая купина. Если представить, будто вы, маленький ребеночек, сидите в такой чаше, а слева и справа у вас находится Божья Матерь, которая держит свечи, то Божья Матерь будет являться тем, что вас будет покрывать и помогать вам исполнять ваши желания, ваши мечты, помогать освещать вам путь и не делать глупости. А также это великолепный способ для того, чтобы избавиться от всяких приворотов и так далее. Далее еще один такой момент. Периодически такого ребенка можно мыть даже, так как омывается или очищается ваше тело. Когда купаетесь, представляете, будто вы не только себя омываете, а еще и того ребенка. Также я хочу сказать, что очень часто, когда вы просыпаетесь, то у вас есть состояние такое, как будто пелена перед вами, пелена. Вот эта пелена перед вами называется пелена вас и коммуникации с внешним миром. Пелена это зашоренность, это ваше разочарование, ваша нелюбовь. Но эта пелена она еще и может быть проклятиями, которые проклинают вас люди. Говорят, а тот козел, ненавижу, чтобы он сдох. А это там сволочь, там негодяйка и так далее. То есть вот это ага, или зависть, или еще что-то. И вас таким образом, так же это там у мужчин может быть, когда там мужчина сходил к какой-нибудь бабе, извиняюсь, в гречку. И после этого он утром просыпается, на свою женщину не может смотреть. Она его раздражает, раздражают дети, раздражают там свекор, там теща. Или там раздражает там еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то. И вот он ничего не может сделать, грызется, орет, бесится и так далее. Но если у него спросить в этот момент, скажи мне, дорогой, у тебя есть ощущение, как будто пелена какая-то, как будто тяжело и пелена, как будто затмевает что-то. Наверняка скажет, да, у меня такое ощущение, как будто здесь пелена находится. Это убирать необходимо чем? Ой, так легко это все делается. Слушайте, необходимо представить, будто перед вами лобовое стекло. Как говорят у нас в Одессе, будто перед вами настоящее лобовое стекло, а с правой стороны ведро парижской богоматери. И вы представляете, будто вы берете губку, тряпочку такую, вмокаете в эту тряпочку и на выдохе протираете свое лобовое стекло. Так вот, если это делать утром в обед, после обеда и вечером, то отпускает. И вновь начинайте любить детей и жену, если вы мужчина, и мужа, если вы женщина, и тещу, и мир этот и так далее. Периодически это делайте. Не обязательно махать рукой. Если мысленно можете представить, можете делать мысленно. Хотите сейчас попробуем. Представили, будто перед нами лобовое стекло, и оно такое, как будто оно в пеленье. Представили, будто в правой руке держим тряпочку и на выдохе протирается. А скажите, прозрачность улучшилась? Конечно. Ну, конечно, улучшилась прозрачность. Конечно, пользуйтесь на здоровье. А ведь вот такой метод помогает избавиться от вот таких проклятий в вашу сторону. И программ, которые я называю проклятиями в вашу сторону. И ненависть, которая в вашем направлении или по отношению к вам может проявляться. Это все убирается. Пользуясь случаем, хочу сказать вам, что в скором времени я буду проводить определенный семинар. Данный семинар будет называться «Марафон здоровья». Во время проведения ссылку, кстати, на «Марафон здоровья» я оставлю в описании к данному видео. Не забудьте зайти и ознакомиться с этой информацией. Что будет на моем «Марафоне здоровья»? Он будет идти 14 дней. Каждый день вечером по 2 или даже 3 часа я буду заниматься с вами. И буду использовать методы целительства, которые помогут вам исцелиться или во всяком случае преодолеть те заболевания, которые у вас есть. Вы при этом получите еще огромное количество информации, где я вас научу самим правильно выполнять практики. Дам огромное количество специальных методов для самоисцеления. Объясню, какие бывают методы для того, чтобы самоисцелять себя, своих близких и даже на расстоянии кого-либо. Как устроена система целительства? Ну, хотите, самые примитивные методы я расскажу. У нас существует сознание, оно более молодое. Существует тело, оно более эволюционно старое. Эволюционно старое, потому что наше тело состоит из клеток ядерных, то есть ядра там находятся. У этих ядер они сформировались до начала эпохи. То есть из них все произошло. Появились бактерии, появились вирусы и появились ядерные одноклеточные организмы. Были безъядерные, а были ядерные. И ядерные, они начинали развиваться. Они начинали развиваться, эволюция Земли, она начиналась вместе с этими ядерными клеточками. Потом они каким-то образом соединялись, объединялись, создавали между собой двухклеточные, трех, восьми, десяти стаи и дошли до того момента, пока не стали вот такой вот многоядерной, вернее 120-240 миллиардов ядерных клеток, из которых мы, собственно говоря, состоим. Сознание наше при этом, оно сформировалось уже после этого. То есть оно более современное, ну тоже старое, и оно более современное. И я хочу вам сказать, что наше сознание, оно отдельно руководит всем этим процессом между собой объединенных клеток. И очень часто, но каждая клетка сама по себе, она имеет в себе историю и имеет в себе некую такую возможность к самовосстановлению. Это называется процессом первой адаптации, второй апоптоза. То есть процесс адаптации, это когда клетка находит возможность себя восстановить, и процесс апоптоза, да разрушенная клетка, имеет возможность себя разрушить. Таким образом, процесс адаптации апоптоза или птоза может помочь человеческому организму восстановиться. Что мешает? Сознание. Наше сознание мешает. А можно ли быстро что-то сделать? Конечно. Нужно сказать себе, я доверяю высшим силам. Если вы уже имеете какую-то предрасположенность к высшим силам, можете сказать, я доверяю Иисусу Христу, пусть он мне поможет. Аллилуйя, мой любимый Господь, приложи ко мне руки и силой своей помоги мне. Отлично. Почему? Здесь очень важен процесс доверия. То есть доверьтесь кому-то, кто очень опытен и кто может вам помочь. Это нужно для вашего сознания. Потому что ваше сознание, оно связано с подсознанием. И ваше сознание будет говорить, вот я сам смогу, во мне есть эти силы. А ваше подсознание будет говорить, да, хорош заливать. Ой, да что ты заливаешь? Слушай, какая ерунда. Да ты не мог себе помочь, у тебя болел зуб, да у тебя геморрой перед этим, ты чесотка. Не морочь себе голову. Мог бы себе помочь, уже бы помогал. А так, все ты там рассказываешь. Не надо себе парить мозги, как говорят у нас в Одессе. Таким образом, человек, который будет сосредоточен на том, чтобы он сам себе помог, если он для себя мега авторитет. А, кстати, есть такие люди, знаете. Я умен, я красиво, здорово, кстати, об этом тоже расскажу. И вот в этот момент человек может сам себе сказать, допустим, я своей силой, духом, мощным сознанием. И дальше, что необходимо делать? Первое, ваше сознание остается в сознании. Вы должны сознанию сказать, мое тело отдельно от тебя. И стоя вот так, как будто онемели, упасть. Упасть и не шевелиться. И сказать себе следующие слова. Мое сознание отдельно, мое тело отдельно. И силы, или дух высших сил, и там Вицли Пуцли, или там Иисуса Христа, или Великого Будды, или Конфуция, или даже Лао Цзы. Или Аллах, или Ихбулона, или Элохима, или Иеговы, или там, что придумайте. Пусть эти силы помогут мне избавиться от всех заболеваний. Мое сознание мешает этим силам пройти в меня. Поэтому пусть сознание будет отключено. И упали. После этого говорите, я не могу поднять руку левую, не могу поднять правую, не могу поднять ногу, не могу поднять левую ногу, не могу пошевелиться. Сознание отдельно, тело отдельно. После этого говорите, тело, в нем столько энергии, и оно способно само себя восстановить. Я буду считать до 100 в обратную сторону, и в этот момент пусть мое тело самовосстанавливается. Находит те силы для того, чтобы применить эволюционные системы полного восстановления всех тканей. Пусть восстанавливаются мои ножки, пусть восстанавливаются мои хрящи, пусть восстанавливаются и затягиваются в обратную сторону мой геморроидальный узел, пусть матка перестает выпадать, пусть перестает воспаляться эндометрия и отделяется во время месячных, пусть яичники не воспухают, и пускай не воспаляется моя предстательная железа, пусть кишечник хорошо работает, весело, и пусть больше у меня не будет запоров, пусть все работает великолепно, кровь отчесается. Гельмин там противно, пусть они выходят, и все тело мое начинает работать, и находит возможность само себя восстановить. Пусть плохое идет и дальше нафиг от меня, а пусть все хорошее идет ко мне. И считайте силой Иисуса Христа, и там что захотите можете говорить, кровью его и всеми святыми Печерки, Печерской Лавры, пусть они эту силу проявят и заберут эту боль, и помогут моим клеткам, а клетки самовосстановятся. И после этого считает, 100, 99, и говорите, если засну, то еще лучше. Вот если вы это время не заснете, вот такой процесс, он настолько уникален, настолько прост, смотрите, на то, чтобы обучить вас самогипнозу, мне потребовалось аж целых 6 минут. 6. А если обучить этому людей и научить людей правильно это делать, то ну очень много людей будет мгновенно излечено. Если человек заниматься будет таким самогипнозом самостоятельно, то процесс восстановления происходит лучше, чем любые внушения господина Дуйко или господина Анатолия Михайловича Кашпировского, или Чумака, или там кого захотите. Все это работает великолепно, это высший пилотаж, так устроено наше сознание и подсознание тела. Это самые простые методы, аутогены. Почему не стоит заниматься аутогенными тренировками? Дело в том, что человек думает, что если он будет себе произносить я больше не болею, у меня больше не болит живот, мое тело восстановлено, оно здорово и так далее. Смотрите, что происходит. Вы же говорите это сознанием и успокаиваете на самом деле, любое внушение влияет на подсознание. Таким образом, когда человек произносит, я здоров, я здоров, я здоров, это все фиксируется в подсознании. А сам человек не здоров при этом. Подсознание, оно начинает думать, он здоров. И в этот момент, когда ваше сознание говорит, ой, так болит печень, подсознание говорит, нет, она не болит, успокойся, не иди к врачу. И человек говорит, мне нужно идти к врачу, у меня тазобедренный сустав, так бы вы пошли, а подсознание говорит, да не обращай на это никакого внимания, это ерунда. То есть вы наоборот приводите свое сознание, своим сознанием и таким внушением свое подсознание, чтобы дальше не бороться. Таким образом, если человек говорит, я богат, я богат, он не будет добиваться больше никакого богатства, он просто успокоится. Я здоров, я здоров. Вы не будете заниматься здоровьем, и в итоге распадетесь, потому что там нужно обращать на это внимание. И вот эти аффирмации, они не связаны с тем, чтобы человеку помочь, они связаны, чтобы через подсознание вас успокоить. Я богат, я богат, я богат. Успокойтесь и больше не будете добиваться. Да я уверен, что 98% мужчин, которые занимались аффирмациями, я богат, сейчас лежат на кроватях и клацают своими пультами телевизор и смотрят какие-нибудь сериалы. Почему? Это их успокоило. Почему? Жизнь борьба, если не добиваться. А как себя успокоить? Ну скажите себе, я богат. Знаете, Бог, наверное, смотрит за людьми, но это не так. И человек говорит, я богат, я богат, я богат. У меня есть дом, я богат. У меня есть дом, у меня есть машина, у меня есть красивая жена, у меня есть красивая обувь, я здоров, я худой и так далее. Он говорит, отлично, так много есть людей, которым нужно дать и которые нуждаются. Вот Лена сидит и говорит, ой, Господи, хочется мне, чтобы я в скором времени стала замуж, вышла замуж и похудела. Он говорит, о, ей дадим, снова на вас смотрит, а вы сидите, я богат-богат. Ну, раз он богат, ему тогда не надо. Он же себя убедил в этом, зачем нам ему еще давать все? Он уже и так поработал со своим прекрасным подсознанием. Конец. Кто занимался эзотерикой такой? Стали богатыми? На самом деле, сейчас я кривляюсь, а в душе мои слезы, потому что это обман. Поэтому не верьте в обман. На самом деле, в целом, открою вам глаза, в большом количестве эзотерики, которые появляются и которые были, они не приходят для того, чтобы спасать людей. Никто не вычитали где-то, кто-то что-то опубликовал, один придумал, других почитал, потом создал что-то и штамповать бабло. И заработать, главное заработать. А вот когда столкнется человек с чем-то и начинает что-то делать и ничего не получается. То не получается, то не получается, и то не получается. Происходит разочарование, руки опускаются, все в жизни плохо. И вот человек потом говорит, ну это все не работает, и там почему это не получается и так далее. Ну как-то так. Может ли такое быть? Может. И тут такой вопрос. Дуйко, ага, ты попался, а ведь мы тоже читаем твои коды и все не получается. Или мы тоже выполняем твои практики и ничего не получается. Есть ли этому объяснение? Ну конечно. Ну конечно же есть. И где они? Отвечаю. Человек может идти по пути воли и по пути доли. Путь доли это то, как вам звезды написали. И как вы живете. И когда человек работает над собой, он идет по поводу своей воли. То есть он волевым решением и индивидуальной работы, используя ключи, которыми являются эзотерические техники, пробует изменить судьбу. То есть долю отодвинуть и идти через путь своей воли. То есть это путь такого мага настоящего, который говорит, я не верю, что судьба мне дала быть плохим человеком. Я буду красивым, хорошим, умным и так далее. Это путь моей воли. Я все равно буду идти по этому пути. Для этого пути нужны силы. Потому что путь воли, он требует силу. Где же эзотерически находится сила? Сила находится в трех местах. А сила и смерть у этого дракона, она била в яйце. В виде иголочки. А иголочка лежала в медведе. А медведь сидел на дереве, висел у шкафу. А шкаф был в животе у динозавра. А динозавр висел вниз головой над пропастью на большой горе. И здесь такая тема. Что с этим всем делать? Чему это я не туда ушел? Так вот, первопричина человеческого отсутствия вот этой энергии заключается вот в чем. Оно заключается в том, что у человека тратится энергия, которую я называю психической. Психическая энергия возникает у человека в тот момент, когда человек в своей жизни испытывает состояние радости или удовольствия. Человек говорит, у меня не получается, кода не срабатывает. Конечно не срабатывает. Посмотри на свое лицо. Посмотри, как ты живешь. Живешь в грязи, бухаешь, все время претензии к людям, плохое настроение. Где твоя энергия? Где она? Этой энергии у тебя нет. Если энергии нет, какая тратится энергия? У одних молитвы срабатывают, у других не срабатывают. Почему? Потому что у одних маленькие дети, они с ними тешатся, играются, поднимают, дети улыбаются. Кто-то может видеть природу, кто-то нет, а кто-то зациклит, всех ненавидит. С утра бесится, там выпил 100 грамм, после этого еще хуже. И там это плохо, это плохо, это и мил, не милы, там только деньги иногда, зарплату получил, хоть какая-то радость. Все остальное, грусть и печаль, и ненависть, и претензии, и все ему мешает. Да, очень много людей живет на черной стороне, на темной стороне. Люди говорят, аллилуйя, Господь, я верю, Господь, помоги мне. Но эти козлы, эти плохие, там молятся не так, это сволочь, это корявая, это бабка. Эти дети, этот сын, что он там не звонит, и невестка, она 100 грамм. Ты демон. То, что ты ходишь в церковь, это все, конечно же, тебе поможет. Конечно же. Ну почему не помогает? Возможно, душа будет за счет Иисуса Христа спасена. Но сколько же зла вокруг такой человек делает. Сколько же зла вокруг себя он делает и выпускает. Как бурундук, который бегает везде с вспученным животом и пукает. И вокруг все вынуждены этим дышать. Бесконечно. И после этого человек говорит, почему у меня это все не используется? Для того, чтобы использовалось, от вас должен исходить флюид. Это флюид радости. Это флюид нектара такого. Это флюид исполнения желаний. Это тонкая энергия радости. Человек радуется, ему дают события, которые ему хочется. Зачем? Потому что события, которые он получит, должны принести ему радость. Тогда чем делается радость? Радость должна создаваться радостью. А вы хотите радость, и при этом вы хотите, чтобы это было сделано какашкой? Вы хотите привлечь радость тем, что очень сильно пукаете? Как так может быть? Вы верите, что это произойдет? Вот я сомневаюсь. Поэтому человек, для того, чтобы получить радость, должен создавать радостью, радостные эмоции. Он должен ощущать радость, тогда он эту радость пускает, для того, чтобы какое-то событие принесло ему радость. А если нет радости, тогда надо тренироваться и делать все для того, чтобы радость появлялась, как настоящие маги это делают. Мне нравится, четочки мне нравятся, кофе мне нравятся, бусинки мне нравятся, еще что-то мне нравятся, жена мне нравятся, детки мне нравятся, что я работаю, мне нравятся, обставляю. себе чистота красота садик огородик земля там птички прилетели ой какой сегодня хороший день я встал покупался зубки почистил так приятно середине души моей ребеночек жена прекрасная лежит мама моя хорошая всех люблю кто был рядом со мной всех обожаю жизнь была прекрасна вчерашний день был прекрасно несмотря на то что было плохой все плохое посвящаю всем плохим кто со мной собирался это плохое хотел делать плохое все хорошее посвящаю богу почему сказал он свое время все хорошее посвящайте мне вот ему и посвящаю раз он дал мне вчерашний день все хорошее ему посвящаю почему так а зачем мне вчерашние хочу сегодняшние если завтра если вчера я ему посвятил вчерашние то он сегодня создаст для меня что-то хорошее новое все боже как легко оказывается как же все легко как же все легко и насколько это легко так все за смотришь этих людей так все тяжело какие-то сложные схемы уровне так все это прямо тяжело со вздохом с тяжелейшими посвящениями с тяжелейшей работой над собой я не люблю людей которые говорят над собой нужно работать не нужно человеку работать над собой человек уже живя работает почему сердце работает 24 часа кишечник работает мозги работают все работать не нужно ему ничего делать что нужно делать ему изменить жизнь раз ты живешь и хочешь изменений в жизни надо жизнь изменить каким образом радуешься радость будет горюешь горе будет конец галина мелехова ученица 6 ступени не успела приобрести седьмой смогу ли сейчас пройти третью до или начинать с 1 нет с 3 можно скажите имеет значение ходить школы университет или лучше не тратить время проходить курсы по дизайну айти сетевом бизнесу маркетингу владислав я не могу вам дать этот совет дело в том что он компрометирующий меня в глазах нашей системы образования и в случае если я человек которого смотрит 500 тысяч человек будет постоянно говорит что что не проходите занимайтесь или получаете образование вот так то это будет очень нехорошо для меня и моей семьи но сам для себя я сказал такие слова если мой ребенок не захочет учиться в институте и захочет получать образовательные программы другим способом или там какими-то методами то я не возражаю ему об этом было сказано но он к радости моей поступил в институт после этого про учился после этого на два года оставил после этого вновь поступил и доучился и в общем-то благополучно это все закончил сейчас когда ему говорю твои дети будут учиться в институте он говорит да почему знакомство коммуникации много знакомых сейчас вот еще один ребенок собирается поступать медицинский институт и говорит мне я хочу в я хочу это все пройти от начала до конца он прямо бредит этим медицинским институтом глаза закатывает уже читает книги по патологической анатомии там любимая книга атлас человека и конечно же человек который уже два года мечтает поступать в медицинские знаете ну считаю что ему нужно получать есть такие образовательные программы как веб-дизайн как зарабатывать в интернете как стать блогером и так далее сейчас таких программ специальных нет и человек может этому обучаться я знаю ряд истории когда обучение в домашних условиях детей и у меня есть такие знакомые у которых не получался бизнес и 12-летняя девочка начала продавать их вещи и сейчас уже вот четыре или пять лет они очень хорошо продают и продают изделия у нее instagram страницы она прошла курсы youtube страница в тег токио на это все делает и фактически является сейчас тем человеком кто занимается маркетингом в их компании при этом и мама и папа сейчас очень довольна потому что она смогла настолько развить эту компанию но это началось 12 лет то есть сейчас ей 16 или там 17 нет наверно больше и она много лет занимается тем что это продвигать помогли ей институт ну вот в данном случае скорее всего нет мир меняется все по-другому сетевому бизнесу точно нет сетевой бизнес это сетевой бизнес люди идут конечно нельзя этого говорить но идут от безвыходности дело в том что сетевой бизнес сетевому бизнесу рознь и в большинстве своем сетевой бизнес это не очень это уже может быть более такая навязчивая система продвижения а еще правильнее проталкивания своего товара и очень сложно найти тот сетевой бизнес который бы мог дать человеку карьеру как и айти бизнес знаете когда человек говорит я буду там на биржах зарабатывать уважаемые друзья на биржах люди не зарабатывают почему человек который хочет вот смотрите когда вы приезжаете в лас-вегас там находится 1000 казино зайдите в любое казино и вы если вы выиграете джекпот вы будете одним человеком из миллиона до вас проигравших так вот если взять этих миллион человек которые выиграли в джекпот в казино и после этого заставить этих людей работать на бирже чтобы они могли зарабатывать на этом деньги то один из этого миллиона тех миллиона людей которые выиграли джекпот в казино сможет там большие деньги заработать вот так просто знайте это то есть больше шансов заработать почему очень сложная система нужно очень много всего знать нужно очень много всего знать и быть человеком который потребляет запросто пропускает миллиардные килобайты тетрабайты информации на разных языках на разных сайтах знает экономику последние новости какие законы принимаются как будет экономика там на что будет реагировать и так далее это просто невозможно то есть это нереально просто нереально обычно это люди гении которые просто какие-то невероятные сумасшедшие гении и их из миллиардов просто единицы и у них еще сумасшедшее везение такие люди огромная редкость и для этого нужны просто сверх огромные мозги я когда-то тоже пробовал будучи человеком который может предсказывать события начал зарабатывать на этом это были приличные деньги то есть на каждые 50 долларов там зарабатывал еще 50 дополнительно какое-то время я это делал и понял что сама система устроена по принципу не связанному с ясновидением а связанному с анализом ставок которые контролировать мы не можем то есть если ставок очень много в этом промежутке времени то тогда она специально это обваливает если ставок очень мало то она специально это поднимает определить эти ставки или определить ядро это невозможно это знает только система поэтому сколько ставок делается в этой системе Она варьирует это от ставок, то есть если ставок будет много, она обвалит, если ставок мало, то она поднимет. И вся система на этом основана и сразу просматривать миллион человек, которые делают ставки или 600 тысяч человек, которые сделают наоборот, не будут делать ставки для одного человека даже с такими способностями, как у меня, скромными невозможно, потому что это огромный объем информации. Я анализ такой, он просто склеивает мозги, поэтому никак. Добрый вечер, великий человек. Да ладно, мне очень приятно быть вашей ученицей, а мне вашим другом. Над чем мне нужно поработать, чтобы уделить особое внимание для изменения в лучшую сторону? Всем людям, живущим на планете Земля, чтобы они перешли в новое изменение или измерение, нужно стать правдивыми, честными и добрыми. И находить в себе возможность такими оставаться, быть людьми тепла, быть людьми света, меньше нервничать, меньше беситься, меньше проявлять агрессии, быть людьми света, быть хоть чуть-чуть теплее. Нельзя сразу стать великолепно счастливым. Так не бывает. Можно медленно себя воспитать. Знаете, как у свами Брабхипады, который говорил о том, как человеку получают жизнь и наслаждение. Он написал целую книгу, и книга начинается. Вы пришли для того, чтобы получать жизнь и наслаждение. И это наслаждение вы сможете получать в случае, если вы будете каждый день читать мантру Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рамара, Харе Рамара, Рамара, Харе Харе, и поклоняться Богу Кришне. Потому что сказано в ведической культуре о том, что тот человек, который поклоняется Кришне, будет спасен и больше Цанцара не будет его мучить. И он потом перенесется к своему Богу Кришне в рай и будет рядом с ним жить. Но я могу сказать, что да, это способ, скорее всего, возможно, для кого-то он хорош. Но дело в том, что он может быть более легким. Для того, чтобы в жизни испытывать наслаждение, нужно быть просто ориентированным на то, чтобы испытывать в жизни наслаждение. Конец. Утром просыпайтесь и говорите, я сегодня сделаю все для того, чтобы испытывать или стараться от всего испытывать наслаждение. Как мы испытываем наслаждение? Гладим. Вот так, зашли в ванну, встали возле раковины, говорят, моя раковина хорошая, мои зубики хорошие, моя мося хорошая. Ой, какая вкусная еда. С кем-то обнимаетесь, ой, какая ты хорошая. Ой, какая приятная лампочка. Ой, какая приятная птичка. А тяжело. Так а вы попробуйте. Потом это будет происходить автоматически. Главное начать. Потом таких людей, как я, их ненавидят. Почему? У них все время, даже они могут хмурые быть, потом сможешь 10 секунд снова счастливые. Да что ж такое? А вот так. Алина, добрий день. Андрій Андреевич, варто мені з детьми? Повертатися в Україну нічі не варто, але вже можна буде повертатися на наступний рік десь у березні. Десь у березні. Так. Можете закінчувати свої справи, не планувати надалі і можете повернутися. Тільки не зараз ще. Хоча, показують, в случае, якщо щас вернетеся, то же самое буде. Можна, по-идеі, щас возвращаться, совершенно все для вас безопасно. І для ваших дітей теж. І всім участникам здоров'я прекрасно встані. Жанна, планирую ввозити сына із України, але особого желання нет. Як правильно поступить, спасибо. 16 лет ему, не торопитесь. Пусть ще год знаходиться в Україні. Поверьте мені, далі буде интересно. Поверьте мені. Наталья Петгерівна, подскажіть, пожалуй, чому я во сні прошла посвящення? Мені сказали, що це може значити? Нічого, сон приснился. Посвящення. Якщо б посвящення получили, то тогда ви б вже світились. Посвящення, оно для чого-то дається человеку. Во сні посвящення, это посвящення астрального мира. Во сні посвящення не дають человеку какую-то силу духовну. Татьяна Романова. Ругаемся с мужем по поводу дочери. Закончила 9-й клас. Она хочет учиться во Львове на дизайнера. Муж говорит, пускай его этот год дома посидит так лучше для дочери. Я не могу быть тем человеком, который даст вам совет, который вы сейчас имеете. Дело в том, что если я скажу за мужа или за вас, то это еще более создаст конфликтную ситуацию. Вот если бы ваш муж и вы сидели вместе перед телевизором сейчас и смотрели мое видео, я бы сказал. На самом деле я могу сказать, почему ваш муж так считает. Он видит в ней ребенка и считает, что она еще слишком маленькая для того, чтобы поступать. А вы считаете, что если она год дома просидит, то ей уже потом не будет хотеться учиться. Я прекрасно все понимаю. Мое мнение такое. Я все-таки за то, чтобы она поступала. Но я бы не хотел, чтобы это привело вашу семью к появлению конфликтов и нервных состояний. Но если, ну пусть учится, пусть учится, пока есть желание у ребенка. А она хочет учиться, пока есть желание у ребенка, пока есть у вас желание, пока есть еще время. Да пусть учится, слушайте. Учение свет. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Если подарили настольные часы, а мы не хотим обидеть человека, как сделать такой обряд? Спасибо за ответ. Настольные часы можно принимать. Настольные часы счастье приносят, если настольные часы. А вот часы, которые вы оденете на руку, которые подарил человек, могут привести к тому, что с этим человеком больше общаться не будете. Настольные при этом. Хорошо. Лидия, счастья и благоденствия желаю. Лидия Владимировна, Кровоградская область, пенсионер с молодой верующей душой. Что ничего страшного, все проходит, и это пройдет скоро. Точно. Как же вы себя описали хорошо. Пенсионерка. Вы же Лидия. Значит, вы пенсионерка, а не пенсионер. Пенсионерка. Девочки, никогда не говорите на себя. Пенсионер. Я сделаю. Я пошел. Нет, вы девочка. Я верю, что каждая женщина рождается женщиной и умирает женщиной. Каждая женщина должна знать, что она своей красотой и самим понятием того, что она женщина, согревает этот мир. Женщины, тонкие существа, они могут видеть красоту этого мира. А мы, более грубые мужчины, можем видеть красоту женщин. Поэтому каждую женщину, каждый мужчина с самого детства воспринимает как кусочек красоты. Для вас красота — это внешний мир, для нас красота — это женщины. Женщины дополняют для нас красоту внешнего мира. Мы не дополняем красоту внешнего мира для женщин. Почему? Они могут находить ее вне нас. А мы не можем. Мы красоту мира не видим, если нет женщин. Понимаете? Поэтому каждая женщина для любого мужчины — это одновременно и женщина, и мать. Ну, не для каждого. То есть это подсознательно там заложено. Защищать, оберегать, любить. Знать, что это есть. Знать, что это часть твоей жизни. Знать, что это важно. Не делайте из себя, не вычеркивайте себя из этой жизни. Обычно люди говорят верующие или еще что-то. Вы думаете, что вы пишете свои регалии, на самом деле вы говорите буквально вот что. Я это пишу, потому что обычно человек говорит, я верующая. То есть вы говорите буквально так. В эзотерике это звучит так. Любите меня за то, что вы верующая. Да, я вас люблю за то, что вы верующая. Я пенсионерка. Да, я вас люблю за то, что вы пенсионерка. А я еще сказала, что я он. Да, я вас за это тоже люблю. Есть такой анекдот. Вот два внука подходят к бабушке и говорят, бабушка, у тебя еще могут быть дети? Она говорит, нет, бабушка уже, бабушка говорит, нет, нет, детки, уже не могут быть детки. И мальчик поворачивается к другому мальчику и говорит, видишь, я же говорил, она самец. Знаю, что не смешно и никого не хотел обидеть. Ре-зу-р-сноу-дау-ча-ю-ша. Ре-зу-р-сноу-дау-ча-ю-ша. Ох, как красиво. Дobушка, как раз постарался вам с вашими и вашими эфирами. Ох, цикаво. Да, вошло. Да, много выгукывается, да, перетинается знаниями от других вчителях. Да, что вы говорите. Так это же хорошо. А что с ним не перетинается? А что с ним не перетинается с другими вчителями? ну и цигарно хоть и буду алина стороженко здравствуйте дорогой андрей андреев все присутствует привет из канады всем счастья здоровья радости и достатка ура всем ура андрей скажите пожалуйста болезни на красное мясо можно перекласть можно и отдать собакам да можно перекласть на красное мясо отдать собакам делать это необходимо в четверг а на следующей неделе можно а в июне июль в июле нельзя в августе можно с первого числа 3 9 11 и все можно на следующей неделе в четверг можно и и в среду и в четверг буду вдячна еще допоможете в сборе выборе сфер в веке я зможу реализовать и наибольшу спешную то экологичную для себя то инших тоже смешно если бы я знал ваше имя а так я вас вижу как ресурс он надо уча яща как я должен снять информации будет ли ресурс но на дучая уша кем ей нужно быть как снять как снять информацию как где и вас сейчас забрать где я могу вас найти кто вы не года рождения никто вы я даже вас представить не могу это прям выдернул час вас из десяти тысяч человек не знаю это прям сумасшедшая энергетика должна быть с нг-66 работает до сына 52 года час киеве на работе охрана галактики сказала его здесь нет ничего не подписывала правильность к правильным подскажите пожалуйста как убрать блуд у папы родители ругают с уважением ученица седьмой ступени ой я вас прошу ваш папа только разговаривает об этом блуде там это все такая ерунда есть такие капли называется бромные капли они продаются также таблетки брома давайте папе таблетки брома также у нас есть препарат тест стоп давайте папе препарат тест стоп и у него этого не будет ничего страшного как убрать этот блуд мысленно завяжите его пипетку на узел вот так и обмотайте вот так крест-накрест черно-белой ниткой черно-белой ниткой мысленно я знаю что это страшненько так делайте это каждый день на протяжении ну хотя бы 30 дней все трансляцию будем заканчивать скажите пожалуйста насколько полезно пить воду из медных стаканчиков есть очень хорошая тантра она называется она называет цом она называется ваши коран точно ваши коран тантра ваши коран тантра ваши коран лечение медной чашей в медной чаши внутри пишется мантра обычно эта мантра которая связана с огнем мантра огня это мантра савитур он бурбу асвахат от савитур вареньем бар году оси даматиду и на прочу даят что на русский язык переводится как пусть все плохое в огне совету разгорит и пусть он делает тепло для всех кто в меня любит и сжигает все что мне мешает быть счастливым но и такая мантра пишется он ее можно найти она называется гая 3 он бурбху вахс вахат от савитур вареньям бар года васи даматидью на прочу даят и наливайте туда воду и пьете если пить из такой медной чаши как пишут ваши коран то заболевания исчезают какие есть еще методы которые могут помочь человеку избавиться от заболеваний вот допустим сейчас собирается дождевая вода она собирается так которая идет ночью или на восходе солнца и варится яйцо в кожуре одно после этого делается три дырочки в этом яйце больших выносится на муравейник ложится на этом муравейники и произносится пусть яйцо исчезнет вместе с выздоровлением такого-то такого-то человека и человек уходит но здесь главное чтобы с ним никто больше не здоровался и не общался из медных стаканчиков очень полезно пить воду наша печень нуждается в меди потому что при создании гипоцитов участвуют меня участвует минеральное вещество медь при переизбытке меди развивается заболевание печени называется болезнь коновалова вильсона и это при переизбытке но тоже но редкое очень заболевание при отравлении медью так не бывает практически и при недостатке развивается энцефалопатия уже доказано что почему аргинина аминокислота в аргинине находится какое-то количество меди при отрезании грегоров кидаются просто агрессию зрозумевшись что и грегоры просто не хочет выпускать меня ли хочется чтобы швидше все смирились и не злились да моя милая так уж будет это все работать ничего с этим сделать нельзя читайте мантру очищения пространства вам катеви катероса гроссомани суха уважаемые друзья я еще раз вас хочу пригласить на мой марафон который называется марафон здоровья вы можете с ним ознакомиться информацию о нем я дам ссылки к данному вебинару переходите из и читайте приглашаю всех у кого есть заболевания я помогу вам избавиться от этих заболеваний по возможности насколько будет получаться и у вас будет хватать психической энергии но обещаю что однозначно жизнь после этого семинара изменится помимо всего мы будем работать не только над вашим физическим телом а еще и над вашими проблемами жизни над вашими проблемами энергетическими над вашими проблемами чувственными над в общим состоянием души устраню там порчи сглазы проклятия там и так далее почистим помещение то есть это 14 дней работы 14 дней работы в ходе которого в этой программе будут участвовать еще и ваши близкие родные и даже многие кто связан напрямую с вами по крови поэтому улучшится самочувствие практически у всех людей которые с вами связаны 14 дней такой великолепной и очень трепетной нежной и хорошей работы где вы будете работать вместе со мной а когда отключитесь то я буду работать с вами уже без вас таким образом вы сможете не только выздороветь и оздоровиться а еще изменить свою судьбу и судьбу своих близких в лучшую сторону с вами был андрей андреевич дуйко большое спасибо вам за поддержку обязательно ставьте лайк подписывайтесь на мой канал я рад что сегодня у нас получился великолепный вебинар если у вас остались еще вопросы напишите ваши комментарии обещаю что если наше видео наберет 1800 комментариев то я обещаю выложить я обещаю на следующий пятничный вебинар который будет следующую пятницу не проводить ответы на вопросы а провести индивидуальное занятие в ходе которого отвечу на вопросы любые и каждому сколько бы времени это не заняло вопросы можно любые кем мне работать выйдет ли замуж моя дочка выздоровеет ли там мой сосед егор когда это произойдет как работать где будет когда точная женюсь как будет звать мужа и так далее я отвечу на все эти вопросы индивидуально каждому единственная просьба чтобы название ваших аккаунтов соответствовали вашему имени и отчеству то есть если вы будете мне писать пси фреш что я скорее всего просмотреть вас не смогу и вам нужно поставить туда свою фотографию и написать свое имя и фамилию и я тогда смогу четко снимать информацию уже четко вам обо всем говорить и отвечу на все вопросы и так если данное видео наберет 1800 комментариев то я обещаю на следующей неделе провести вот такой онлайн вопрос-ответ и ответить на все вопросы любой сложности которые вы мне задать зададите еще и проведу дополнительно еще сеанс общего целительства то есть я проведу сеанс в ходе которого вы сможете отдать свои неприятности проклятия а также все свои болезни мне я это заберу вас добровольно согласны с этим ура но тогда до встречи до свидания сейчас я выключу света нет до сих пор